Приветствую, друзья! Век живи, век учись, как говорится. Я вам могу рассказать в двух словах, как наука часто портит жизнь, и как алкоголь часто портит жизнь, и как интернет часто портит жизнь. Из этого мы сделаем сейчас хорошие выводы. Вот послушайте. Наука портит жизнь в том смысле, что вот прогресс науки иногда, ну вот, например, создал в своё время в Америке прямо повальное увлечение кесаревыми сечениями. Ну, потому что женщина берегла, как говорится, своё будущее, своё здоровье, и, полагаясь на научные исследования, целые поколения делали себе кесаревые сечения. Это я прочитал в интернете, может быть, полная глупость. Ну, поскольку я в институте медицинском учился и субординатуру проходил целый год по акушисту гинекологии, я помню тоже у нас было, что кесаревые сечения, кесаревые сечения, кесарёнок. Ну, а на самом-то деле я теперь понимаю, какая это была неправильность, потому что очень много у меня пациентов таких, которые как раз-таки кесарёнки, вот прошли годы, да, и у многих из них нейротические нарушения, кровоток мозга нарушен. Ну, на самом деле природа-то лучше знает, как надо родиться, как надо жить и как надо умирать. И вот насчёт того, как умирать. Вот, послушайте, другой друг, очень мой хороший друг, очень большой учёный, он прислал статью мне. Он увидел это в интернете. Алкоголь и кофе и пара лишних килограмм помогут вам дожить до 90 плюс ещё сколько-то, да? И написано, полагаете, пить за здоровье и долголетие полный абсурд? Вовсе нет, и дело не в самовнушении. Учёные установили, что спиртное – это один из способов дожить до преклонных лет в здравом и твёрдой памяти. Причём по эффективности это превосходит даже регулярные занятия спортом. Обратите внимание. В ходе 15-летнего исследования под названием «90 плюс» группа врачей во главе с невропатологом Клодией Кивас и доктором меднаук Марией Корада наблюдали за пожилыми людьми, пытаясь выяснить, какой образ жизни, привычки и пищевые предпочтения помогают преодолеть рубеж долголетия. Некоторые выводы были весьма неожиданны. Алкоголь оказался настоящим эликсиром долголетия. Если употреблять его умеренно, два бокала пива или вина в день сокращает риск преждевременной смерти на 18%, тогда как ежедневные занятия спортом в течение 15-45 минут только на 11%. На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развития науки Кавас отметила, что пока не может объяснить причины этого феномена. Как ни странно, пара лишних килограмм тоже играет на руку тем, кто хочет увидеть праправнуков. Риск, речь идёт тут не об ожирении, на 3% меньше, чем у стройных худосочных сверстников. Кофе, ещё один эликсир долголетия, это всё написано в этой статье. Вот посмотрите. Две чашки свежесваренного ароматного напитка в день на 10% сокращают вероятность ранней смерти. Ну и, наконец, хобби. Те, кто на старости лет имеет увлечение и уделяет ещё минимум 2 часа в день, становятся долгожителями на 21% и чаще. Всего можно посвятить себя, скажем, танцам, всегда можно посвятить себя, скажем, танцам, живописи, пению, изучению иностранных языков или другим видам приятного для вас времяпрепровождения. Главное, чтобы вы занимались этим не как обязательность, а с радостью и наслаждением. Ну, посмотрите, сколько противоречивых вещей в одной статье. Ну, конечно, если вы занимаетесь любимым делом, у вас вот этот алкоголь, его пить-то не надо. Дело в том, что алкоголь химический, о котором здесь написано, это заменитель естественного алкоголя эндогенного, который у нас и так в организме есть. И вот насчёт спорта здесь тоже правильно написано. Конечно, спорт не так помогает, как, например, синхрогимнастика по методу Ключ, потому что в спорте мы делаем часто насилие над собой ради результатов внешних, а синхрогимнастика для здоровья. Здесь же речь идёт о здоровье, о долгожительстве. И вот когда мы делаем синхрогимнастику, мы именно по определённым критериям, правилам подбираем именно действия по максимальной комфортности и простоте. И поэтому этим самым качаем этот внутренний алкоголь, эндорфинную группу. И поэтому после стресса, если человек переживает, если он качает эндорфин, делает эти синхронизирующие действия по синхрогимнастике Ключ, короткие и простые действия, но полностью соответствующие лично вам, так у вас и происходит, что вы качаете эндорфин. И поэтому, если был стресс, снимается стресс, и вы чувствуете такое ощущение освобождения, внутренней свободы, лёгкое такое опьянение, такое хорошее состояние, ну, заменителем которого является химический алкоголь, который на самом деле заподнял. Потому что, ну, тут написано было, кто умеренно пьёт, ну, извините меня, если бы люди могли умеренно пить, если бы могли, так не было бы у нас по всей стране ЛТП в своё время, принудительного лечения алкоголиков, и не было бы у нас, о, боже, как много людей попортили, а? Вот такие вот научные, научные вот такие вот статьи, да, там исследования провели, подписи авторитетные, да, прогресс науки, так сказать, и сейчас интернет, что хочешь, можешь прочитать. Поэтому лучше всего думать своей головой, сравнивать, сопоставлять, потому что недодуманные мысли, они в конечном счёте приводят в тупику. Теперь второе я хочу сказать, как подарки вредны, с какой точки зрения. Вот я хочу сейчас усовершенствовать свою школу, я сейчас хочу, чтобы вы могли получать ещё более полезные ролики, ещё более полезные бесплатные ликбезы, ещё более полезные вебинары. Полезные, полезные, чтобы вы могли. И вот вместо этого я вот делаю подарки, каждый раз, когда делаю вебинар, я посылаю нашим активистам по целому списку, сижу, ночь сижу, и в подарок посылаю бесплатный вход. А потом, когда я потратил всю ночь на это, рассылая целый список подарочных ходов активистам, потом на следующий день я получаю десятки писем о том, что, пожалуйста, пришлите ещё раз, потому что я вовремя не скачал, я вовремя не скачала, поэтому не могли ли бы вы прислать ещё раз. Но вот посмотрите, я теперь уже второй раз должен сидеть и всю ночь, вместо того, чтобы сделать вам прекрасный ролик полезный, вместо того, чтобы подготовить вебинар полезный, вместо этого должен сидеть, заниматься этой рутинной работой, посылать вам, чтобы вы получили, не обиделись, просто всего-навсего, потому что вы не в курсе дела, оказывается. Время личное для человека. Вот что такое залог долгожительства. Статья-то была о долгожительстве в самом начале, и говорили о вине, о пиве, что сокращает риск инфарктов, инсультов, и наоборот увеличивает продолжительность жизни. Так я вам говорю, давайте вместе, вместе мы сила, давайте понимать друг друга и вместе помогать друг другу быть долгожителями, и делать любимое дело с удовольствием, не превращать это в рутину. Да, ну вы, наверное, поняли, о чём я говорю. Я так надеюсь, что мы же люди с пониманием, и поэтому вместе мы сила, и поэтому наша школа и развивается, и поэтому я вам очень благодарен за причину того, что вы мне дали повод рассказать обо всём этом. Спасибо, друзья. Ну, до встречи. До встречи. Дальше будет интересно. Кто не подписан ещё на наш канал YouTube, Как говорится, ставьте лайки и подписывайтесь, потому что дальше будет всё интереснее и интереснее. Всего доброго.